Михаил Саныч не открыл даже папку. А вы там искали клад? Искал. Как вам пришла в голову такая тень? Украинская дитина хитрая из Львова. Ну, уже въехал, когда думаешь, мама, мама, тут гроши и брулянты, брулянты и гроши. Постукал в стенку, нема. Тогда я прошу, ой, разбейте мне вот эту стену, мне кажется, там все есть. Ну, разбили. Ничего мы не нашли. А стена так и осталась разрушена? Не-не-не, уже нема, стены то и нема, да, и три кемнаты теперь. В последнее время очень много разговоров о любви, что любовь – такое чувство, которое живет три года. Да, даже есть формула, в каком порядке, что исчезает из человеческого, химического состава. Ну, знаете, Ланочка, поскольку из мира сознательно изымают тайну, изымают чудо, а любовь – это, конечно, фактор небесного чуда. А еще я для себя всегда кричу, что это, по-видимому, такой даже не шок, а есть такой скрут внутри организма, который человека держит в этом. А потом от двух зависит, насколько оно исчезает. И Набоков уже в конце 19-го, в начале 20-го века пишет «Желолиту», я ее ставил. И он кричит о том же, только другими средствами. Он говорит «Да, любовь невозможна». В этом мелком, для мелких людей – это непотребная вспышка. Не больше трех лет. И даже меньше. Да, это все может быть один день. Какая разница, понимаете? А может, это страсть или секс? Это и страсть, и секс, и божественный поцелуй. Сюда. И вот он пишет «Лолиту». И то, что общество считало любовь взрослого к маленькой девочке извращением, Набоков кричит. Любовь переросла общественное мнение. Переросла эту глупую точку зрения, что эта любовь преступна. И вот как вы сидите потрясающе с внутренним обнажением. Я пытаюсь поймать эту вашу волну, эту вашу ноту. Это не так просто. А я пытаюсь. Я вас боюсь? Я боюсь, потому что, вы знаете, вы тоже все считываете. Немножко уйду в другую сторону. Пожалуйста. Такой вот вопрос о сексе. Ну. Такая тоже же достаточно мощная энергия. Но это производная. А может ли быть секс без любви? Как? Без любви может быть секс? Может быть, но это подворотник. И это удержать гораздо легче. Для этого есть Виардо-таблетки, есть еще какие-то уколы, есть это Виагра. На чем вы говорите, не ансамбль, Ви-Агра. А Виагра есть. Вот это все помогает. Мир уже придумал. И есть дальше пошление. Что вы? Сейчас американцы придумали удивительные средства, которые в любом возрасте дают ощущение потребности заниматься сексом. И люди счастливы. Я хочу спросить про этот спектакль. «Маленькие супружеские преступления» Габриэла Запольская, польская драматурка. Вот там идея такова, что супруги, которые живут давно в браке, они должны омолаживать свою кровь при помощи молодых любовников и любовниц. Но при этом любовь между ними существует, секс угасает. У молодых неизведан этот секс, и им нужен хотя бы какой-нибудь опыт Фройда или какого-нибудь другого великого сексознавца. Понимаете? У меня осталось спросить только о папе римском. Пожалуйста, с большой тоже радостью расскажу, потому что когда мне сказали, что я с ним в Риме встречусь, я в это поверить не могу. Рома в Риме, да. Да, понимаете? Потому что это, ну, в мире, в мире католическом, он действительно святой. Я вот сейчас перекрестился, это правда. Он смотрит, я на польском языке ему говорю, что я хочу поставить одну из его пьес, трех, которые он написал в Кракове, когда был семинаристом. Когда я назвал первую пьесу... Вот как интересно. Светландочка. Вот как. Тот посыл, который был от него... Вот он есть. Это и мысль, и воздух, и сердечное видение. Все, что бы вы ни сказали. Все я скажу «да». И он меня благословил. И, уходя, я должен поцеловать ему руку. Он взял мою руку и поцеловал мне. Вот как себя вести? Вы знаете, я так себя вел, как будто это так надо. Я не сделал, не отдернул, не сказал. «Пшепрашам, цопан роби, ничеба, ничеба». Нет. Вот опять же, вот тот мальчишка, что залезает на дерево и прыгает. Все. А вот эта вот история с вашим театром, как вы себя чувствуете после вот этой... Того, как вас избили вообще? Ну, это не били, это нападение называется, что там избили. Потому что это, опять же, главное, это территория, это деньги, это земля. А помещение – это гениально, это великий архитектор Мельников. И там территория колоссальная. И они хотят из этого сделать казино. Ну, а же там две трети, по-моему, да? Нет, больше даже. Нет, уже теперь все, их нет. Понимаете, поэтому, я не знаю, может, потому что только этот ангел-хранитель... Они промахнулись как-то, то, что они намеревали. И этот ангел отвел руку. Это мне сказали удивительные эти хирурги. Говорят, это непонятно, что от вас исходило что-то такое. Да, я вообще поражена, как они на вас подняли руку. Просто рука бы вообще не поднялась, наверное. Ну, это уже вторая пьеса, солнечный день, красивый день. Выходишь, закрываешь дверь, и ничего не понимаешь, и только видишь капли крови. Я же ничего не помню. Темно в глазах, да. Даже не темно, ничего. Кровь и все, и так далее. Вас чем-то ударили, да, тяжело? Понятия не имею, знать не хочу. Но только рука отвела, и все. Смоляю. Мне их приведут, сказали. Зачем они вам? А я и не хочу. Не надо. Вот вы так же рассуждаете, как я. Понимаете? И поэтому это здание святое, оно намоленное. Как вообще люди там оказались подобного типа? Вы меня спрашиваете? Нет, я просто поражена, как эти люди... Вы где живете? Я стараюсь туда же, куда и вы. Там надо с вами вместе. Вот сейчас посмотреть только туда. А потом я попрошу, чтобы вот я, вот я сниму очки. Но мы сейчас эту же мизанцину повторим. Мы поднимем глаза туда, а теперь я буду смотреть в камеру, и я буду просить оператора укрупнить глаза. У вас там есть такая гениальная техника. Хорошо? Сделал? Теперь я смотрю на вас. Тишина. Эту паузу выдержите. Смотрите на меня. Энергетически. Энергетически очень сильно. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Очень невероятно приятно. Какое-то новое ощущение абсолютно. Ну-со-сое. Субтитры сделал DimaTorzok